Здравствуйте! Это Аграрный вопрос. Я Алексей Киян. Развитие питомниководства в России и тенденции рынка декоративного посадочного материала – тема сегодняшней программы. Гость студии – директор питомника Саватеевых, президент Ассоциации производителей посадочного материала Ирина Саватеева. Здравствуйте, Ирина Алексеевна. Ассоциации производителей посадочного материала. Некоммерческая организация, созданная по инициативе владельцев нескольких частных питомников. К настоящему времени в Ассоциацию вступили более 70 российских питомников из 30 регионов России и ближнего зарубежья. Задача Ассоциации – обмен информацией между питомниками, внедрение современных технологий производства посадочного материала, разработка отечественных стандартов на посадочный материал, сотрудничество с государственными и контролирующими органами для совершенствования норм и правил работы питомников, организация поездок по обмену опытом в российские и зарубежные питомники. Цели Ассоциации – развитие цивилизованного рынка посадочного материала, формирование прозрачных и эффективных взаимоотношений с государственными и контролирующими организациями, повышение доли отечественного производителя на рынке. Вначале в целом о рынке. Что можно сейчас сказать о его объемах? Какой суммой его можно охарактеризовать? Вы знаете, цифры можно называть очень приблизительные, потому что никакого точного учета не ведется. И еще потому, что огромная доля этого рынка принадлежит импортному посадочному материалу. Какие реально объемы ввозятся по импорту декоративного посадочного материала, нам судить очень сложно точно. Но мы пытались наведить справки у главных игроков этого рынка. На самом деле возят материал, там буквально несколько игроков на рынке. И исходя из их прикидок, в прошлом году, даже в 2010 году, в Россию было введено порядка 15 тысяч фур декоративного посадочного материала. Это исключая однолетники, луковичные, то есть это деревья, кустарники и многолетние декоративные растения. Если все это переводить в рубли и затем в цены продаж, и затем прикинуть долю еще отечественного производителя, получится порядка миллиарда евро. Это, повторюсь, объем рынка за год. Повторюсь, это цифра, которая может оспариваться, она никакими статистическими данными, наверное, не подтверждается. Но это цифра, которую признают основные игроки на этом рынке. Но, с другой стороны, больше ориентироваться не нужно, потому что действительно никакой четкой статистики ни Росстат не ведет по этому рынку. И еще раз говорю для зрителей, что сегодня мы больше говорим, наверное, о посадочном материале, касающемся декоративных растений. И в связи с этим вопросом, какое количество все-таки сейчас на высадку идет российского посадочного материала? Есть ли такие хотя бы приблизительные оценки по процентному соотношению? Ну, вы знаете, вот в 2010 году аналитики сходили, что это было 5-10 процентов, соответственно, от миллиарда. Вот в 2011 году мы тут недавно проводили конференцию, и крупные игроки, которые в торговле заняты, говорили, что у них доля отечественного материала по каким-то позициям выросла до 20-30 процентов. Но это на одной конкретной точке, где люди активно работают с отечественным рынком. На самом деле, конечно, никаких 20-30 процентов нет, но я думаю, если до 15 процентов доля выросла, то это хорошо, но, возможно, она меньше. Ну, надо сказать, что и сам рынок для российского производителя достаточно новый, потому что если с плодовыми питомниками мы знакомы, и была оставлена некая система с советских времен, пусть даже разрушенная за 20 лет, тем не менее, она сейчас восстанавливается, местами успешно, местами не очень. А вот с декоративным питомниководством, в общем, нам пришлось столкнуться буквально в это новое время. Вы знаете, все не так однозначно. На самом деле в Советском Союзе существовала целая система декоративных питомников. Они закладывались по регионам, были крупнейшие, мощнейшие питомники, там на сотни, не на дно сотни гектаров. Они существовали, они работали. Что произошло с приходом к рынку, да, и почему, допустим, вот плодовые питомники все-таки как-то остались и поднялись, а на рынке декоративных питомников в какой-то момент просто такое выжженное поле оказалось. Плодовые растения, априори, ну, западу сложно конкурировать с нами, потому что плодовые деревья, кустарники, мы всегда будем покупать районированные. Конечно, сейчас много везут из Польши, там, как где-то спорят по этому поводу, можно, нельзя, но все равно значительная доля посадочного плодового материала, она все равно будет районированная, да. В Подмосковье не будет расти то, что хорошо растет в Голландии, в Польше еще где-то, да даже, ну, то, что хорошо растет в Краснодарском крае, в Белгородской области, не будет расти хорошо в Подмосковье. Поэтому этот рынок оказался защищен от западной продукции, от импорта. Что произошло с декоративными питомниками? Хлынул, во-первых, это, конечно, номер один, хлынул импортный материал. И, может быть, на эту тему стоит немножко поговорить отдельно. Импортные питомники, ну, питомники Европы, Германии, там, Голландии, Бельгии, они все имеют десятилетнюю, столетнюю историю. Технологии отработанные, банковские кредиты доступные, люди там десятилетиями эти деревца подвязывают, прививают, ухаживают за ними. В общем, все накатано. Вот, и это очень мощный такой сектор в экономике европейской. Это все хлынуло к нам. В какой ситуации оказались мы? Значит, финансировать питомники декоративных растений у бюджета, ну, никаких сил не было. То есть, какие-то питомники сейчас существуют, из них там два-три действительно успешных. Вы знаете, вот там, где остались очень сильные директора, да, те, которые сумели удержать эти питомники, у них есть спрос, у них есть продажи. Но это буквально на пальцах одной руки можно пересчитать оставшиеся на плаву в нормальном экономическом состоянии питомники. Все остальное рухнуло. Почему? Потому что государство не оказалось способным поддерживать так, как поддерживало прежде. Традиционные советские питомники производили все от семечка до дерева, от цветочка до крупномера. Они имели там первую школу, вторую школу, посевное отделение, то, сё. Всё это финансировало государство, и вот эта технология питомника, она была везде одинаковой, всё это работало. В рыночной экономике такого нету, потому что любая технология требует определенной техники, определенных материалов, определенных материальных ресурсов, вложений. И в рыночной экономике существует, как правило, очень жесткая специализация в работе питомников. И каждое направление требует определенной технологии и очень больших вложений в технику, в современную. В итоге они производят очень качественную и достаточно дешевую продукцию. Питомник, который должен и сеять, и полоть сеянцы, и прививать, это нельзя сделать качественно, так как того требуют современные стандарты. Это, например, современные стандарты производства деревьев, да, декоративных. Это что? Дерево подвязывается к бамбуку, проводник выводится. Это значит, что у каждого дерева каждый год верхушечка двумя-тремя подвязками подвязывается. Каждая верхушка, там, у 30, у 40, у 50 тысяч деревьев, которые сидят у тебя в питомнике. Это дерево два раза обрезается. Это дерево через 4 года пересаживается. Никаких материальных ресурсов на это в государственных питомниках не было. И сосредоточить материальные ресурсы все в одном месте, ну, наверное, можно при безумном желании, но все равно все это не будет эффективно работать. Потому что западные питомники, которые выращивают, например, сеянцы, они выращивают только сеянцы. Это значит, что они содержат гигантские ангары-холодильники. Это значит, что они пропаривают землю, прежде чем высеять, и поэтому у них там нет сорняков. Это много чего значит. Прежде всего, значит, это гигантские инвестиции именно в эту технологию. В рамках одного питомника сделать это невозможно. И пока мы жили в закрытой экономике, пока мы сами производили и сами же все это потребляли, все было нормально. Как только мы стали получать немецкую продукцию, которая очень сильно отличалась от продукции государственных питомников, тут же, конечно, мы резко упали в конкурентном рынке. Вот вы отвергаете все-таки слово «заказчик». Хорошо, тогда давайте поговорим о потребителе. Кто тогда был потребителем продукции декоративных питомников, и каков сейчас этот сегмент? Сейчас основная масса потребителей в большинстве питомников декоративных растений, которые производят древесно-кустарниковые растения, это ландшафтные дизайнеры, это всевозможные торговые фирмы, которые продают растения в магазинах или на рынках вдоль дорог, и какой-то сегмент государства. Вот я говорю, у меня было 4-5-7 процентов. Я знаю, что у многих коллег, которые производят аналогичного рода материал, там крупный материал, примерно столько же, не больше. Государство хочет все купить за копейки, государство хочет купить вот именно тот самый материал, который не пересаживался, не кронировался, не обрабатывался. Это первое. Ну ладно. Второе, может быть, там о ценах можно договориться, потому что вот я смотрела, допустим, какие-то цены, которые, ну, весь материал проходит через конкурсы, да, цены, которые выставляются на конкурсы. На самом деле, они вот для меня приемлемы. То есть у меня есть скидка, у меня, допустим, есть цены для розничного покупателя, есть цены для оптового покупателя. Цены для оптового покупателя гораздо ниже, и, в принципе, я бы вполне прошла со своими ценами вот под конкурс. Но какова система работы конкурса? Значит, выставляется там какой-то лот на конкурс вот по такой исходной цене. Дальше выигрывает тот, кто больше снижает цену. Цена может снижаться, допустим, на 40 процентов, на 20, 40, а то и больше. Вот. В итоге получается цена, в которую ни один производитель, производящий более-менее качественную продукцию, никак не впишется. В эту цену может вписаться только человек, ну, вот кто часто выиграет конкурс. Люди, которые очень мало понимают питомниководственные, которые знают, что можно пойти выкопать из леса, из запущенного лесопитомника, еще откуда-то, где материал, ну, либо перерастет, либо выбросится, либо будет запахан, либо вот за эти три копейки продастся. Второе. Деньги платятся очень долго, мучительно выбиваются, и, к сожалению, не всегда. И вот эта вот необходимость тратить свое время на то, чтобы, значит, ходить, умолять, клянчить, выбивать, вы знаете, это ужасно. Вот когда ты знаешь, что ты производишь продукцию, мы ни у кого не воруем, мы вкладываем огромный труд в эту продукцию. Нам говорят, так, ребята, отдайте, отдайте за бесценок, дальше вы за нами побегаете еще и зубами пощелкаете, прежде чем мы вам эти деньги отдадим. Получается такой порочный круг, что производители качественного материала в общем на этот рынок практически попасть не могут, потому что, а, вынуждены продавать ниже себестоимости, то есть, б, может быть, нет вот таких налаженных связей, даже если есть объемы. А, тем не менее, объемы, насколько я понимаю, сейчас у некоторых питомников уже готовы к тому, чтобы озеленять в том числе и какие-то заказы в крупных городах. Ну, безусловно, конечно. Конечно, понимаете, вот весь спрос, если, допустим, город выставит нам весь спрос, который у него есть, мы можем и не потянуть, да, потому что тоже там спрос достаточно большой. Ведь вот я знаю, например, есть спрос на деревья хорошие, где, если город его приобретает, где? В Германии. В Германии все знают, значит, несколько немецких питомников, где приобретаются, ну, там, большие деревья. Почему? Потому что, конечно, поехать в Германию, съездить, посмотреть, купить, куда интереснее, чем поехать в наши спасвилки, я извиняюсь, в Таракань за 180 километров. Вот, и там чего-то там как-то говорится. Конечно, в Германии съездить интереснее. Ну, а вот те суровые зимы, которые переживала Россия, они еще не натолкнули, в том числе и чиновников, на мысль о том, что просто приходится возобновлять посадки через три года? Вы знаете, какая вещь? Вот, кстати, ландшафтники, ну, очень много работают в этом направлении, и, ну, вот эта тенденция, она усиливается, это однозначно. Но, с другой стороны, если бы была выстроена такая система городского озеленения, при котором человек, который получает заказ, был заинтересован, реально заинтересован в качестве продукции, которую он посадит, в том, как эта продукция будет там выглядеть через год, через два, вот тогда, да, тогда бы они пришли в наши питомники. А так как ребятам главное, вот, ну, отбить эти деньги, и дальше все, хоть трава не расти. А если через три года будет новый заказ, то, соответственно, будет, наверное, еще и новый откат. То есть, в общем, система, и здесь система замыкается. Да, на самом деле, вот эта вот проблема коррумпированности и бюрократизации всего и вся, она душит всю экономику и душит нас очень сильно. Вот, то есть, это как бы одна из проблем, в которую мы упираемся, и с которой вот что делать-то? Ну, тем не менее, делается. И вот что? Получается, что есть некий частный, так скажем, рынок ни государственных закупок, ни закупок крупных городов. Есть люди, которые хотят разбивать свои парки в своих зонах. Есть люди, которые хотят облагораживать свои собственные участки. И, тем не менее, где сейчас они покупают продукцию? Ведь зачастую бывает так, что, скажем, люди, которые покупают плодовые деревья, едут непосредственно в питомник или заказывают саженцы по почте сейчас даже, и такое возможно. Но, а где же покупает основная масса людей декоративные растения? Да, вы знаете, вот это интересный вопрос. На самом деле, сетевые супермаркеты, которые уже очень так плотно вошли на наш рынок, вот именно в этот сегмент еще не проникли очень сильно. У нас нету тех мощнейших садовых центров, которые есть в Европе. Все-таки обе это тоже, ну, вот у них там сегмент, который продает посадочный материал. А вот именно крупных садовых центров, которые специализируются только на посадочном материале и этим занимаются, у нас таких нету. Есть в Москве несколько крупных торговых площадок, очень успешных, но, опять же, это не классические садовые центры. Куда едут люди? Да, они едут там, допустим, в Обе, они едут в те самые несколько крупных торговых фирм, которые есть, скажем, вокруг Москвы. Ну, вот в регионах есть какие-то торговые точки, там одна, две, три, взаимосвязь то, как развит регион, там, где продаются растения, как правило, продаются растения там привозные, импортные. Конечно, люди едут и в питомник, но это неправильно. Я считаю, что питомник не должен заниматься розницей. Вот мы занимаемся и розницей, и розницей оптовыми продажами. И работа с розничным покупателем – это отдельный бизнес, это отдельные знания, это отдельная сфера, отдельный бизнес. Это требует очень больших сил, времени, напряжений. И сочетать в одном месте производство и розничную торговую точку по-хорошему, ничего хорошего в этом нет. То есть ты либо там, либо здесь будешь что-то терять, либо там, либо здесь у тебя будут минусы. Но, тем не менее, большинство отечественных питомников работают и на розницу, и на опт. То есть конечный покупатель едет к ним. Ну а есть ли шанс у рынка выйти? То есть появится ли вот это срединное звено между питомниками и непосредственно покупателями? Потому что, опять же, возвращаясь в Московскую область, здесь есть такие шансы, наверное, потому что заявлено, по крайней мере, от двух довольно крупных проектов садовых, которые, наверное, будут в ближайшие годы реализованы. И в связи с этим, какие возможности, может быть, откроет это для питомниководов? Или, опять же, эти центры будут заполнены, с вашей точки зрения, импортными материалами? Боюсь, что так и будет в значительной степени. Может быть, да? Может быть. Почему? То, что торговая сеть не раздает, одна сторона проблемы, но другая сторона проблемы, а в каком состоянии находится производство? Давайте вот назову такие цифры. Для того, чтобы создать с нуля питомник древесных растений, нужно вложить порядка 150-200 миллионов рублей. Деньги начнете вы получать, первые деньги, где-то, если первым годом считать год строительства, то деньги вы начнете получать где-то через три года только начнете. Дальше освободиться от зависимости кредитов вы можете где-то через 5-6 лет, а вернуть кредиты вы можете через 10 лет в лучшем случае, в лучшем, а то и через 15. Вот такая цепочка. Представляете, что это такое? Это я говорю о питомнике, который закладывается по мировым стандартам, о питомнике, который потом может конкурировать с европейским пазачным материалом, о питомнике, который имеет ангар для работы, мастерские, и гаражи для работы, теплицы, контейнерные площадки, оборудованные по последним всем требованиям, которые нужны. Вот чтобы запустить такой питомник, в котором дерево можно привязать к бамбуку и вывести проводник. Для этого надо обрезочную платформу иметь, степлеры, которыми ты это степлируешь, специальное чистое для питомнодства иметь, расходные материалы иметь. Ничего этого в России не производится. Вот. Для того, чтобы все это обрести, вот надо порядка 100, 150, 200 миллионов рублей. Вот я работаю. Я создала один питомник в Московской области. Сейчас мы поднимаем питомник в Тульской области. И сейчас мы думаем о закладке питомника в Белгородской области. В Московской области мы подняли питомник исключительно на свои деньги. И мы получили первые кредиты, то есть мы начали в пятом году работать. Первые кредиты от банка мы получили возможность получить только в прошлом году. Когда у нас были обороты, когда у нас был залог, когда у нас было то, сё, пятое, десятое, мы вложили кучу своих денег. Больше пяти лет. Да. Тульский питомник. Значит, мы работаем, третий год пошел. Там посажено 20 гектар уже растений. Мы ни копейки не смогли получить кредиты. Ни копейки. Мы там тянем, щелкая зубами за свои деньги. Когда мы приходим там в банк, в районную администрацию, нам говорят, ребята, вы не ходите и не бегайте. Рассчитывать вам не на что. Оборотов нет. Потому что деревья, вот первые деревья посажены в прошлом году. Деревьям надо ну хотя бы два года, по-хорошему три, чтобы их потом продать. Оборотов нету. Даже уже залог есть. Год назад мы говорили, залога нет. Сейчас мы уже купили кучу техники. Залог есть. Но оборотов нету. Ничего не просите. Мы говорим, ну хорошо. Ну вот мы сельхозпроизводители. Долго-долго упирались, что мы не сельхозпроизводители. Потом доказали, да, вы сельхозпроизводители, но декоративные питомники не включены в государственную программу по поддержке сельского хозяйства на 2011 год. На 2012 тоже не включены. Поэтому, ребят, привет горячие, ни на что не рассчитывайте. Ни по линии, значит, малого бизнеса, ни по линии поддержки сельского хозяйства, ни через какие-то программы банка мы не смогли до сих пор получить ничего в Тульской области, Белгородской области. Нас пригласил туда Савченко Евгений Степанович. И вот Евгений Степанович нам обещает поддержку, поддержку по линии кредитования, вообще всяческую поддержку, поэтому мы туда пришли. Ну, я считаю, что вообще Савченко уникальный губернатор, да, и, ну, только благодаря ему мы на этот проект как бы сподвиглись. Так бы в жизни, конечно, не начали. Дай бог сейчас Тулу вытянуть. Вот. Да, вот, кстати, в студии очень часто, когда заходят разговоры об успехах и достижениях, возникает Белгородская область. Вот в таком случае вы считаете, что только инициатива, может быть, регионального руководства может сподвигнуть людей на то, чтобы вложить деньги и развивать питомники? Ну, почему регионального? Понимаете, нужна политическая воля, да? Что такое... Ну, это если мы говорим в целом о всей стране. А я считаю, что на уровне области нужна политическая воля. Безусловно, Савиченко, значит, призвал мне и сказал, я хочу, чтобы у меня был хороший посадочный материал. Я хочу покупать качественный, ну, материал, который приживется и который там дохнуть не будет. Вот. Все понятно. Он понимает, что ему это надо. А остальные говорят, ребята, что, какие-то деревья, какие-то у вас там клёны, рябины, а что в лесу-то не выкопать? Так рассуждают остальные. Какая политическая воля нужна на уровне федеральном? Нас надо включить в федеральную программу по поддержке сельского хозяйства. Нам говорят, вы кто? Вы не сельское хозяйство, вы там, это не стратегический ресурс, это не продукты питания. Ну, извините, когда у вас, значит, горит всё, и в городах дышать нечем, и люди задыхаются, это что, не стратегическое направление, да? Посмотрите, во что превращаются наши города. Они превращаются в гетто, они превращаются в гетто, строится всё это, строится, 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 20-15-10-этажное, а зелени никакой, а та, что сажается у Бога и тут же дохнет. Вот. Чем люди будут дышать? В Голландии, которая там вся зелёная, у них есть специальная программа по поддержке озеленения городов. И я хочу сейчас вот эту программу пытаться, в общем, эту программу внедрить где-то у нас в России, да, через ассоциацию. И в этой программе приведены потрясающие цифры, которые говорят о том, как сокращается смертность, как сокращается самоубийство, как сокращается число всевозможных болезней при присутствии зелени в жизни среди бетонных коробок. Но всё-таки, чтобы эти планы воплотились в жизнь, ну, во-первых, была создана ассоциация, в принципе, сейчас роль отраслевых ассоциаций возрастает с каждым годом. Вот, кстати, чувствуете ли вы это? Разговаривают ли с вами? Идут ли они диалог? Роль ассоциации возрастает в нашей жизни, потому что мы эту роль повысили. Мы очень много работаем в своей ассоциации. Наша ассоциация, может быть, такая уникальная, там нет никакого административного ресурса. Вот мы просто собрались там в своё время штук 10 питомников, сказали, ребят, давайте сделаем, да? И мы сделали. Вот мы ездим друг к другу, смотрим, у кого что есть, значит, в итоге торгуем друг с другом. Дальше мы смотрим, кто что нового внедрил, проводим семинары, порой платные, порой бесплатные, внедряем этот опыт. Дальше мы организовали аналогичный семинар в Голландии, мы поехали, как устроено в Голландии, поехали в Израиль, посмотрели, как это всё устроено в Израиле. И всё это стараемся внедрять и применять. Мы проводим дни открытых дверей друг у друга постоянно. То есть роль наша растёт, но не благодаря тому, что кто-то на нас обратил внимание, а просто благодаря тому, что мы в это вкладываем свои силы и своё время. Например, сейчас мы озабочены такой проблемой, как создание современных стандартов. Например, ГОСТы, на которые до сих пор ориентируется городское озеленение, они устарели безнадёжно. По нашим ГОСТам дерево с трёхметровой, трёх с половиной метров высоты должно выкапываться с комом метр двадцать. Это требование стандартов, которые абсолютно не предусматривают пересадки растений. А все современные технологии, они основаны на том, что дерево переваливается, пересаживается. И приходит город и говорит, дайте мне три с половиной и ком метр двадцать. У коллег были такие вообще потрясающие вещи, они поставляли им растения, ну, с нормальным комом, выкопанной машиной, там в коме 50-60 сантиметров, 60-70 умещается, все корни, если дерево пересажено. А им не заплатили, сказали, а вы, да, поставили, но требуем ГОСТа... А когда могут быть сделаны эти стандарты? Мы их уже сделали. Теперь как они могут быть приняты? Мы их сделали, мы приняли их за основу. Сейчас мы в течение месяца будем дорабатывать, то есть будем собирать... Мы их сделали на базе европейских и канадских стандартов. Вот, то есть просчитали, перевели, что-то взяли, что-то не взяли, что-то адаптировали под себя. Сейчас вставим все цифры, которые, ну, вот, актуальны для нас, для нашего региона, для нашей страны. А дальше будем выходить там на государственный уровень, будем... Сейчас вот мы планируем в регионах встречи с муниципальными организациями, к которым будем, ну, просто вот это все продвигать. Потому что законодательно ГОСТы не закреплены, и мы не обязаны выполнять ГОСТы. Слава Богу. Вот. Но де-факто, тем не менее, все муниципальные структуры руководствуются ГОСТами. И претензии нам выставляют по этим ГОСТам, 25 раз уже устаревшим. Поэтому сейчас мы видим одну из своих основных задач, это продвижение идеи современных стандартов. Вот такими способами ездить в регионы, собирать муниципалов. Сейчас хотим сделать это в Белгородской области, потом планируем это сделать в Московской области. Вот. И двигаться, двигаться, двигаться дальше. Вы знаете, мы четко поняли, что мы никому не нужны. Помогать нам никто не будет. И вот только то, что мы сделаем, то и будет. Надо отдать должное Министерству сельского хозяйства после наших там писем бесконечных. Мы вышли на некий контакт. Мы вышли на контакт с Россельхознадзором. Мы договорились с ними, что мы вот сейчас заключаем с ними соглашение о сотрудничестве с Россельхознадзором. Дальше мы договорились, что наше мнение будет учитываться при работе карантинных служб, потому что масса-масса вопросов. Дальше мы попросили Россельхознадзор, чтобы они на своем сайте вывесили карту карантинных зон с пояснениями, потому что к нам приходят и говорят, у вас карантинная зона. Где она начинается, где она кончается, никому не ведомо. И я надеюсь, мы будем сотрудничать с Россельхознадзором. Дальше по линии Министерства. Мы написали уже два письма министру сельского хозяйства. Мы очень долго не могли выяснить, вообще являемся ли мы официально сельхозпроизводителями. Хотя с нашей точки зрения, с нашим мы им являемся, потому что мы работаем на сельхозналогии и так далее. Наконец мы получили письмо признания, что да, вы являетесь сельхозпроизводителями, но вы не включены в программу по поддержке сельского хозяйства. Сейчас мы будем писать очередное письмо в Минсельхоз с просьбой, чтобы на 2013 год нас включали в программу по поддержке сельского хозяйства. Будем делать, что можем, чтобы хоть иметь какой-то доступ к инвестиционным ресурсам. У нас сейчас нет никакого доступа к банковским кредитам. А насколько я понимаю, это сейчас основной в том числе и камень преткновения на пути развития питомников. Конечно, конечно, потому что, смотрите, питомниководство самая высокотехнологичная отрасль растеневодства, самая. Это значит большие вложения в технологии, значит большие вложения в технику. Ну где брать деньги, к кому идти? У нас сейчас, кстати, идет достаточно бурный рост питомников, но очень интересно. Развиваются тип питомники, для начала которых, вот для производственного цикла которых не нужно много техники. Травянистые растения, кустарнички небольшие, вот они поднимаются, и поднимаются очень неплохо. Но там, где нужна техника, где нужны весь тот цикл, шлейф, который я перечислила, там мы никогда не сможем конкурировать с Европой, пока мы не получим доступ к кредитным ресурсам. А у нас его фактически нет. Вы знаете, большинство моих коллег в банк не ходят и не просят, ну или уже попросили и плюнули, потому что ничего не получили. Я думаю, мы продолжим этот разговор в одной из ближайших программ. Благодарю вас за беседу. Напомню, что вы смотрели программу «Аграрный вопрос». Гостем студии сегодня была генеральный директор питомника Саватеевых, президент Ассоциации производителей посадочного материала Ирина Саватеева. Я Алексей Киян. Успехов в добрых делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова